Привет, спортивный город! В студии Олеся Куприна. И в ближайшие несколько минут я расскажу о суперсобытиях, которые успели произойти в Хабаровске за последнюю неделю. Итак, внимание на экран. Две тысячи спортсменов встретились на дальневосточных играх боевых искусств. Их правительство Хабаровского края организовали вместе с Российским Союзом боевых искусств. Они проходят на специализированные площадки в Краевом дворце единоборств. Приготовлено 14 комплектов медалей. Вайкидо, карате, джиу-джитсу, кикбоксинги, кёку-синкай, кудо, рукопашном бою, самбо, тэквондо и ушу. Ну и следующее, не менее важная и громкая новость. Всероссийские соревнования по плаванию «Амурские тигрята» в Хабаровске. Медали в этом году оспаривают более 200 участников в возрасте от 9 до 12 лет. Из Свердловской области, Республики Саха, Якутия, Забайкальского края, Республики Бурятия, Сахалинской области, Камчатского и Приморского краев. «Амурские тигрята» – один из немногих в стране всероссийских турниров по плаванию для детей. Уже четвертый год подряд он значится в календаре Министерства спорта Российской Федерации в рамке всероссийских соревнований. Ну и пришло время поговорить о хоккее. Команда «Амур-2007» отправилась к берегам Черного моря. Но не отдыхать. В сочинском центре «Сириус» 1 апреля начнется финальная часть первенства ДФО среди юношей до 15 лет. Директор спортивной школы «Амур» Станислав Кисличенко проводил команду Евгения Кувека и Александра Макарова, пожелав удачного и результативного выступления. И еще одна классная хоккейная новость, только заморская. Евгений Малкин вышел на первое место по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ. Матч против «Рейнджерс» со счетом 2-3 завершился, и он стал для Евгения Малкина 697-м в лиге, что позволило форварду обойти достижения Сергея Федорова. У него на счету 696 матчей. И стать лучшим российским хоккеистом по голевым передачам в НХЛ. Он – талант поколения, как и Кросби. Джина – один из величайших игроков всех времен, заявил главный тренер Питтсбурга Майк Салливан. И теперь про футбол. Очередной матч с Кахабаровск на родном поле состоится 2 апреля. На этот раз противостоять будем команде «Олимп Долгопрудный». Начало встречи в 15.00. Вы знаете, за кого болеть. На этом сегодня все. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok